здравствуйте друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня например хотелось бы поговорить о дендробиумах так как сейчас они начинают выпускать цветоносы сейчас это время сезон их цветения наверное самого большого дендробиума достаточно старый дендробиум уже ему года наверное 45 вот такой разросшийся туберы покрытые сухими чешуйками это у нас дендробиум деликатум я вам покажу как он цветет вот такой красивый дендробиум но еще скажу о нем что он невероятно ароматный он пахнет ландышами и вот сейчас он не дал слава богу сейчас потому что раньше выдавал мне цветоносы весной что он жару не любит он за ног сбрасывает летом поэтому я один раз видела как он цветет запах был невероятно даже от одного цветка сейчас он собрался цвести массово покажу вам цветоносы вот он буквально на каждом тубере на старых туберах на новых везде есть цветоносы даже сам покажу на старом трехлетнем тубере даже он дал цветоносы вот тоже цветоносы держу его с просушками достаточно крупном субстрате кора это старый мох который это вытащила его буквально доход довожу до хруста там стоит два дня сухой потом я его обильно поливаю и вода стекла и все дальше как бы тоже до полной просушки почему он засвел сейчас потому что сейчас большие перепады температуры ночью бывает до 12 днем до 20 не поднимается он сейчас достаточно пасмурная погода идет снег холодно на градуснике мне сейчас 17 4 градуса 85 процентов влажности и вот вы в это время как раз цветает просто пендроме относится к холодным покажу потом как расцветет это займет месяца два точно пока распустятся огромный горшок дальше покажу вам еще одну радость мы невероятно это у нас дендробиум австралийский артист этот дендробиум как бы куплен американского поставщика я сейчас покажу как он цветет этот дендробиум достаточно не крупные потому что у него высота тубера всего 15 относительно моей руки нужно видеть посажем он большой горшок так как этот дендробиум они любят достаточно просто просторный горшок и даже там тоже дендробиум него даже там вылазят корни не хотят залазить дендробиум спектабель а ну сейчас об этом дендробиум вот его цветоносики и он дал цветоносы на каждом тубере и на старых и на новых новый тубер вот он на нем цветонос вот раз старый это буквально мама это там бабушка его это тоже какой-то родственник тоже расцветет покажу очень редки очень красиво по другим парню и пока жду цветоносов бульбочки толстые такие квадратные у него бульбу сидит в корзине тоже в сухом субстрате поливаю по просушке дендробиумы не любят залива дальше есть вот такой мини дендробиум это у нас интересные цветы имеет второй цветочек более свеженький этот уже отцветает это у нас дендробиум тетрагоном гигантеем ну-ка покупала и как обычно оказался он альбовой формы но что интересно вот этот маленький цветочек а пахнет на всю теплицу запах достаточно неприятно сложно описать аромат ну не сильно нравится я рада что всего там пару цветочков было много это был просто вероятный духом дендробиум и фаленопсис и как раз сейчас время сезон цветения это у нас дендробиум пластик джем я вам сейчас покажу как он был дальше у нас дендробиум будет тоже кстати на новом росте это новый рост не дал цветоносов вот обнаружила а не хотят вот на старом росте тоже дал цветоносы это у нас дендробиум рейнбол фэнтези покажешь красавец тут она уже начинает цветение это дендробиум леди пинг на king dragon вот такие крупные цветы красивые то вы меня уже цвел вот и что он тоже делает на одну потом с этого же места еще цветонос на старом росте и на тоже на старом росте дал цветоносы очень мощный такой дендробиум я всегда боюсь перевернуть за ушки сейчас возьмем просто громадный дендробиум когда-то придется выделить ну очень красиво так как же мы его поставим не хочет поставила на место еще есть поменьше дендробиума ростик я надеюсь что может быть даже тут цветонос будет это приживающиеся дендробиума не цветут пока тоже на одном даже недавно обнаружила гниль вот ни с того ни с сего видно пахал холодным было это вниз загноился я замазала виторосом возможно засушит врезать ничего не хочу отсушит эту гульбу ну ну что сделать живой пока я вообще не сторонник чего не будет резать это дендробиум у нас невероятно красивый бурана саншит матуры сейчас покажу и это действительно реальное его цветение прошло мне пришел цветоносами но вот сейчас вот он вырастил новые туберы но цвести пока он не хочет не дается цветоносов я надеюсь что таким будет цвести тут пока рядом нахожусь морковка купер цвести будет а листья желтеет старый это нормально цикночицы всегда так цветут это тоже я показала маленький цветоносик кто-то такой же длинный ну вернемся в дендробиуме есть не такой старый дендробиум на самом верху теплице поднимемся по лестнице так это у нас дендробиум название вылетела из головы на счастливом ставлю фотографию нужно достаточно очень большой и ветки направляют теплиц корни повесила высоко чтобы его просто не залить месяца два я его не поливала вообще вот это был и сейчас вот буквально я его неделю назад полила хорошо залила в горшочке сидит там мухка рак какая-то мешанина очень важно и смотрю он выдает цветоносы вот они почки набухают и это происходит по всему туберу и на других туберах это происходит цветение будет массово и ног происходит потому что обеспечивая сухой период покоя этому дендробиуму он конечно по сбрасывать немножко листья попадают но не страшно зато он весь вся шапка покроется цветами зрелище будет очень красиво в нижней части у меня дендробиум ладигези стоит тоже повесила его но как показал опыт от них как он к весне выдает цветоносы а зиму он все растет поэтому его особо не сушу вот так будет масса обрастать в корзинке растет он хорошо и быстро и цветы в него очень ароматный очень приятно пахнут покажу как он должен цвести по дендробиуму наверно все потому что у меня тоже их не такое огромное количество чтобы не можно много было чего рассказать но одно правило дендробиумы не любят застоя воды и вообще перелива не терпят почему многие ну не получается их содержать сразу дендробиум даун мэри вот он тоже дал цветоносы на старых почках на старых туберах на новых не дал и я его первый раз когда он у меня был я просто залила сейчас он стоит мокрым можно увидеть но он дал почки но я раз в месяц полила и это было как раз вчера и вот теперь он будет у меня просыхать точно месяц что он кокосовых чипсах сидит нельзя идем подальше от своих глаз чтобы не залить дендробиум они очень красивые цветочки держит очень долго ну следующий я вам покажу как они все-таки будут свести спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пока пока